Самая трудная часть года, посевная и сбор урожая позади. Работники сельского хозяйства принимают поздравления. В Суздале состоялось торжественное собрание. На него были приглашены аграрии всей области. Тружеников поздравил губернатор Владимир Сипягин. В своем выступлении он отметил наиболее успешные сельхозпредприятия. Суздальский, Собинский и Судогодский районы порадовали отличным сбором зерна. Всего по региону его в этом году убрали 178 тысяч тонн. На руку аграриям сыграла погода. На полях Владимирской области собрано 72 тысячи тонн картофеля. Причем больше половины в Меленковском районе. Как отметил Владимир Сипягин, в этом году удалось заготовить достаточно кормов для скота. По количеству произведенного молока Владимирская область входит в десятку лучших по стране. А вот темпы развития мясного животноводства еще предстоит нарастить. В новом году нам необходимо нарастить погода скота. Запущен пилотный проект по строительству животноводческой фермы на 400 коров в Судогодском районе по системе областного лизинка. В СПК «Пионер». Договор на 140 миллионов рублей они заключили. И мы ждем результатов, как я и сказал, в 2019 году. По мнению губернатора, жизнь на селе нужно сделать как можно удобней. В этом году завершится строительство 13 объектов газификации, двух объектов водоснабжения. Область по-прежнему нуждается в новых специалистах. Привлекать людей удается с помощью госпрограмм. По словам Владимира Сипягина до конца года на селе жилье получат 35 семей. Отдельный вопрос – земля. В стадии подписания находится областной закон о безвозмездном предоставлении неиспользуемых участков фермерским хозяйствам. И, что важно, процедура будет проводиться без торгов. Безусловно, у нас в области сельского хозяйства достаточных проблем. И мы об этом все знаем. Это недостаточное освоение земель всех хвостных значений. Это и высокая износность машин тракта на упадке. Это и закредитованность сельхозтоваропроизводителей. Это, конечно же, низкий уровень производства мяса сельхозтоваропроизводителей. Все эти проблемы мы знаем. Со всеми этими проблемами мы будем справляться. Работать над увеличением экспорта сельхозпродукции, развивать сотрудничество со странами СНГ – такие задачи озвучил Владимир Сипягин. Кроме того, губернатор наградил лучших работников аграрного комплекса области. Екатерина Гаврилова, Губерния 33.